На предстоящих этой осенью выборов в Государственную Думу жители России будут голосовать с 17 по 19 сентября. Такой порядок утвердил Центр избирком для удобства граждан и повышения эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Летом прошлого года жители Ненецкого округа уже голосовали в течение трех дней. Тогда граждане голосовали за или против внесения поправок Конституции Российской Федерации. Согласно исследованию в ЦИОМ о целесообразности голосования в течение нескольких дней высказались 78% россиян. Трехдневное голосование, которое будет проходить в сентябре этого года, у большего количества населения вызвало все-таки положительные эмоции, потому что это в первую очередь удобно для жителей. В силу личной занятости каждый человек может выбрать для себя более удобное время, когда он может посетить участок. Тем более в свете тех событий, которые у нас проходят в связи с коронавирусной инфекцией, каждый человек приходит в удобное время и на избирательных участках будет отсутствовать скученность народа, будут соблюдены все меры безопасности. В общем-то, и опять же, эти три дня голосования позволят проголосовать большему количеству жителей, что позволит соблюсти их избирательные права. Такой формат голосования позволит гражданам посетить избирательные участки в любое удобное для них время, а также позволит повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На самом деле, голосование еще и в прошлом году устраивалось в принципе с противоэпидемическими мерами. Все мы видели, что были одноразовые маски, были перчатки, были ручки, которые выдавались каждому индивидуально. Я думаю, что то, что голосование будет проходить длиной в три дня, это позволит избежать массового скопления народа, что в условиях нынешней эпидемической ситуации, конечно, положительно скажется пресечение и распространение того же вируса COVID-19. На протяжении всех трех дней избирательный процесс будет контролировать штаб по наблюдению за выборами, который был сформирован в начале 2021 года при Общественной палате Ненецкого автономного округа. В состав штаба вошли 12 представителей. Уполномоченный по правам человека в НАО, члены Общественной палаты НАО, профессионал в области избирательного права, общественники, журналисты.